Здравствуйте, это программа Актуальное интервью и сегодня у нас в гостях директор филиала Ямал Коммунэнерго в городе Муравленко Тепло Александр Шиповалов. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый день. Ну и тема нашей беседы сегодня о подготовке ресурсоснабжающего предприятия к работе в осенне-зимний период 20-21 годов. Ну, пандемия коронавирусом, она идет, но тем не менее нужно думать о предстоящей зиме и зиму никто не отменял, как говорится, да. Вот. Сейчас уже на Ямале теплеет, уже, наверное, надеюсь, серьезных холодов не будет, да. Как отработали прошедшую зиму? Отработали достаточно стабильно в части анализа нашего по количеству аварийных ситуаций, по количеству ограничений потребителей различных категорий, по предоставлению тепловой энергии, услуг по водоснабжению, водоотведению. Наверное, это был один из лучших годов, учитывая, что у нас на протяжении последних пяти лет достаточно серьезные темпы по замене как магистральных сетей, так и внутриквартальных сетей тепловой водоснабжения. Мы уделяем большое внимание подготовке генерирующего оборудования, занимаемся профилактическими работами на сетях водоотведения. Практически вся программа производственная по водоотведению у нас сосредоточена на поддержании наших канализационных очистных сооружений, но и те работы, которые мы выполняем в части текущего ремонта оборудования водочных сооружений, тоже влияют на качество предоставления услуг. Ну, если говорить об экономике, о сегодняшней ситуации предприятия, вот у нас, я знаю, что наш региональный оператор по обращению с ТКО уже опубликовал свое обращение по поводу того, что недополучают они средства в связи с пандемией коронавируса. Как у вас ситуация? Ну, тоже ситуация не очень хорошая, но мы сейчас находимся на этапе проведения конкурсных процедур. Традиционно мы реализуем наши инвестиционные программы, производственные программы. Пока мы смотрим на цифры, которые довел нам регулятор и которые согласованы с органами местного самоуправления в честь наших затрат. Но уже есть определенные опасения, потому что анализируя периоды января, февраля и марта, то есть первого квартала 2020 года, мы видим серьезные провалы в части платежной дисциплины по различным категориям потребителей. Это и население, это и юридические лица. Вот, возможно, в объемы работы будут вноситься корректировки, но ситуацию в динамике мы оцениваем. Ну, будем надеяться, что сейчас ситуация стабилизируется, потому что ИРИЦ ЯНАО предпринимает тоже определенные шаги со своей стороны, чтобы повысить платежеспособность населения. В части мобильное приложение они создали и запустили в работу. Ну, и также открыли кассы обслуживания, но они работают по особым условиям, с учетом эпидемиологической ситуации. Хорошо. Ну, и я также знаю, что вы уже начали подготовку, да, к следующей зиме уже проводится ряд мероприятий. Что сейчас делается на предприятии? Традиционно мы эти работы начинаем с середины февраля. Вот, профилактические работы на источниках теплооснабжения, это у нас в первую очередь котельная промзона, так как там, ну, есть определенные возможности начинать эти работы раньше. И, соответственно, на центральной котельной мы выполняем наш традиционный комплекс работ, который позволит нам провести максимально эффективно и безаварий на следующий отопительный сезон. Хочу сказать о тех работах, которые мы будем выполнять по промывке наших водоводов. То есть сегодня уже у нас есть согласованный с органами местного самоуправления график проведения промывки и магистральных водоводов, и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения. Начинаем мы эти работы с 20 мая. Традиционно у нас 4 участка, то есть мы все сети магистрального водоснабжения города разбили на участки, которые раз в 3 года подлежат промывке. И наш традиционный метод промывки – это прочестные поршни. В этом году мы не будем отходить от наших традиционных технических решений. И 4 июня мы эти работы завершим. С 24 мая начнутся работы по профилактическим мероприятиям в части самоотечной канализации. И нами уже намечен период остановки центральной котельной, что в свою очередь ведет к перерыву в подаче горячего водоснабжения всем категориям потребителей, кроме больничного комплекса нашего. То есть эти работы мы планируем начать к выполнению 16 июня и закончить 29 июня. Ну, если позволят погодные условия. Да, это пока в планах. В общем, традиционный объем работ, которые мы ежегодно выполняем. Те же гидравлические испытания магистральных тепловых сетей города, которые позволят выявить, возможно, еще дополнительный объем ремонтных работ, которые мы будем выполнять в остановочный период. Ну, вот сейчас периодически в социальных сетях появляется сообщение от Ямал-Коммунэнерго с просьбой понять и извинить, что возможно ухудшение качества воды на определенных жилых домах. А это с чем связано? Это связано с тем, что муниципалитет проводит большую работу по расселению и демонтажу жилых домов, которые уже достигли состояния ветхости определенного. И те работы, которые мы выполняем, это отключение уже расселенных домов для их демонтажа. И, соответственно, идет переподключение. Да. Хорошо. Ну, вы уже отметили, что ремонт сетей тепловодоснабжения будет зависеть от ситуации и тех объемов, которые до вас доведут. Но, тем не менее, какой-то вот уже первоначальный план есть, да? Где ждать больших, скажем, масштабных работ? Где перекопаете? В этом году мы планировали большой объем работы делить, опять же, магистральным тепловым сетям, расположенным по улице Ленина. Традиционно у нас диаметры большие ДУ-400 и ДУ-350. Это район улицы Муравленко напротив ТПДН. МН до ТК-13 будет отремонтирован. И мы его начнем, как я планирую, наверное, в середине мая уже, еще до окончания отопительного сезона. У нас есть такая техническая возможность. Большой объем работ по сетям будет выполнен на участке тепловых сетей от так называемого нашего финского Сбербанка до земельного участка больничного комплекса. А, ну там, где как раз намечается перекладка полотна улицы Ленина. Да, да, совершенно верно. Мы к этому готовились. Сейчас у нас уже проведены конкурсные процедуры по приобретению материалов. Уже отобраны подрядные организации, так что ждем окончания отопительного сезона. И по внутриквартальным сетям, помимо тех работ, которые мы традиционно выполняем в части капремонтов водов в жилые здания, а в этом году мы себе определили 8 адресов, где будем выполнять работы в рамках планово-предупредительных ремонтов, будут выполняться работы. Планируем к выполнению работы во внутриквартальных сетях микрорайонов административный и микрорайон Ямальский. Все работы запланированные, они будут выполняться силами сотрудников Ямал Коммунэнерго или это все-таки подрядчики, работники наемные? Вот я в связи с чем спрашиваю, да, не возникнет ли проблем с рабочей силой? Да, в основном это работы, выполняемые подрядным способом, и работы будут выполняться силами привлеченных специалистов. Мы предварительно уже встречались с руководителями организаций, которые по итогам конкурса определились как исполнители этих работ. Все, конечно, изыскивают свои внутренние резервы на сегодняшний момент, и пока вот таких серьезных опасений к тому, что из-за отсутствия персонала работы не будут выполнены, их нет. Ну, здесь надо учесть, да, те правила, которые определил Департамент строительства и жилищной политики, то есть обязательная 14-дневная изоляция, то есть здесь руководителям подрядных организаций надо учесть еще этот временной промежуток, который произойдет. Да, совершенно верно, мы это проговаривали. Продолжится ли работа по обновлению фасадов ЦТП? Сколько еще у нас осталось до ЦТП, где вот нужно приложить умения, творчество, мастерство? Да, в этом году мы планируем выполнить подобные роды работы на трех центральных тепловых пунктах. В прошлом году мы нанесли сайдинговое покрытие на центральные тепловые пункты номер 3 и номер 4, и в этом году по наименованию микрорайонов, соответственно, они будут декорированы. И ЦТП номер 8, это рядом с детсадом «Солнышко», микрорайон «Солнечный», соответственно, тоже будут тематические рисунки, связанные с названием микрорайонов и объекта, который рядом расположен, с центральным тепловым пунктом, обрисованы. Ясно. Ну, то есть, Ваш художник сейчас в работе, да? Да, мы в течение отопительного сезона закупили материалы, и на два центральных тепловых пункта у нас уже декорации готовы. Ясно. Есть ли какие-то новости о возобновлении строительства очистных наших сооружений? В части реконструкции канализационных очистных сооружений это самый больной для нас вопрос, потому что с 2007 года у нас действующие очистные сооружения находятся в недовотворительном состоянии. Я уже сегодня говорил, что основные мероприятия производственной программы в водоотведении направлены на поддержание состояния канализационных очистных сооружений. Сейчас проект реконструкции канализационных очистных сооружений находится на корректировке, выполняет его подрядная организация управления коммунального заказа и срок окончания работ изначально планировался в мае месяц, но учитывая то, что уже порядка трех недель все организации, которые занимаются проектированием, находятся либо на карантине, либо на удаленном способе работы, эти сроки, возможно, могут быть сдвинуты. Что касается водочных сооружений, вчера я подписал техническое задание на корректировку проекта реконструкции водочных сооружений. Далее управление коммунального заказа после всех согласительных мероприятий направит это техзадание на торги. Ну а как ваш коллектив работает? Невозможно, что на удаленке у вас работа важная? Да, совершенно верно. У нас оперативный персонал, весь оперативный персонал в количестве 190 человек работает в круглосуточном режиме. Ну, соответственно, мы обеспечиваем все необходимые меры для возможного, для предотвращения распространения, заражения персонала. То есть все у нас в этом отношении хорошо организовано, контролируется со стороны главных специалистов предприятия. Ремонтный персонал выводится также частично, но только по каким-то аварийным заявкам, либо неотложным работам. Административно-управленческий персонал в объеме 70% отправлен тоже на удаленный способ работы, организованы удаленные рабочие места. Так что жизнедеятельность города обеспечивается на 100%. Ну что ж, спасибо вам, Александр Николаевич, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и спасибо вашему коллективу за то, что они вот в это непростое время поддерживают жизнедеятельность города. До свидания и будьте здоровы. Спасибо, до свидания. Спасибо.